знаете есть хорошая поговорка такая от тюрьмы от сумы не зарекайся ну я как никто другой эту поговорку знал я всегда любил фильмы про тюрьму как ни странно да причем дело не в самой тюрьме как таковой там ничего хорошего нет да а дело в том что я себя всегда пытался поставить на место людей которые там находятся то есть осмотрел все эти фильмы полуночный экспресс помните про турецкую тюрьму где парни американцы посадили там за наркотики или что-то такое или побега шаушенко ну и всякие подобные я всегда думал как бы я выживал как бы я действовал в этой обстановке той замкнутом пространстве среди разных людей которых нельзя назвать интеллигенции да там всякие бандиты маньяки черт знает кто то есть не имея подобного опыта я выводы делал на основании фильмов с другой стороны я не могу сказать что совсем был в таким профанчиком до маменьким цинком то есть вы три года в армии отслужил в том числе в горячих точках на армейской галп вахте я пару раз побывал и примерно я знал чего ждать но в тот момент когда я приехал на электричке из вильнюса в минск меня в минске задержали это было около 12 ночи минская гостиница спортивная насколько я помню постучали в дверь пошли несколько белорусских милиционеров с автоматами значит в этих масках сначала не себя вели достаточно культурно они сказали что мы тебя задерживаем по запросу генеральной прокуратуры азербайджанской республики и что-то читаю там статья там призывы что-то против государства незаконное причине границы сначала не понял какой азербайджан я хочу отношения к азербайджану но не скажем слушай мы не знаем что и как и знаете в этот момент я понимаю что обязан как-то известить близких друзей о том что происходит ну те кто знает на историю они в курсе что я блогер путешественники а езжу по каким-то горячим точкам снимаю там репортажи и периодически попадают нарываясь на какие-то проблемы ну и я отпросился в туалет они меня ждали пока там вынесу вещи будучи в туалете я успел отправить сообщение до того как они фактически ворвались туда повалили меня но уже увидели что сообщение уже ушло это было 15 декабря 2016 года получается азербайджанская прокуратура преследовала меня российского блогера журналист запрещение нагорного карабаха и пять лет спустя после этой поездки они меня достали в белоруссии им не понравилось что опубликовал статьи разрушение всяких христианских кладбищ и церквей на территории азербайджанской республики я провел около двух месяцев белорусских тюрьмах сначала это было первомайской ровы до города минска там он провел два с лишним дня потом меня отвезли на ивс на ивс я был еще что-то дня полтора-два и потом я был в следственном изоляторе номер один так называемая володарка и все то время что тянулась экстрадиционная процедура обжалования верхом суд беларуси я находился это сам володарке вот до этого как я уже говорил первомайской рвд города минска меня там заперли в крохотной камере без окон без туалета без всего кормежка в рвд не полагается исходя законов белоруссии поэтому если вы там оказались то будьте готовы к испытаниям не кровати не тем более стульев там не там зайти такая бетонная ступень высотой на сантиметров 20 и там значит спят всякие бомжи но конкретно в моей комнате кроме никого не было в общем грязная ванючая комната три на три метра периодически меня оттуда выводили на второй этаж рвд где требовали отказаться от адвоката нанятого семьей убеждали что мне лучше согласиться на немедленную экстрадицию в баку типа там тебя отпустят но я понимал что это все фуфло это меня просто убьют ну представьте что только азербайджанский режим ну абсолютно и жуткая исламистская диктатура вот пока меня ломали вот в этом самом рвд моя супруга адвокат пытались прорваться в это самое здание рвд и со мной встретиться им говорили что якобы я сам отказался от адвокаты не желаю с ними встречаться представляете ну как бы забегая вперед и скажу что благодаря оперативно поднятой шумихи в сми белорусские силовики прогнулись и позволил адвокату со мной встретиться но два дня семья и адвокатов добивались в общем все были шокированы этим абсолютно чудовищным нарушением прав задержанного вот потом в ночь на третьи сутки как я находился без еды и вот кроме вот одной встречи с адвокатом без связи с внешним миром белорусским лесом и грубо отцепив руки в наручники запихнули меня в тазак у меня там был и были еще люди нас набили в машину знаете как сардин банку руки значит вывернуты назад наручниках от чего не двинуться не дышать толком невозможно но и видимо что помучить нас как следует они долго не ехали и тут надо понимать что это декабрь да как мы говорили 15 декабря обогрев внутри белорусских автозаков нет на улице декабрь минус 10 температура короче мы чертовски там все промерзли руки и без того с давленными наручниками в общем стали неметь меня это здорово беспокоило то есть если это продлится несколько часов но это добром не кончится после этого нас все часа два или три возили по минску и переполненные в тазах запихивали новых узников частично бомжи частично совершенно интеллигентного вида людей которые успевали выкрантывать вы нас не сломаете и живы беларусь то есть какие-то политические чем последнее выражение мне впоследствии предстояло услышать еще многократно потом был шлюз влада ростов следственный изолятор в самом центре минска он напоминал знаете прибытие поезда с узниками в концлагера свенцы помните может быть этот фильм был список шиндлера то есть крики лай овчарок мат здоровый белорусские амбалы с этими дубинками резиновые поигрывают дубинку насмешливо ржут в нашу сторону шнель там руси швайны типа ну чего русская свинья то есть я думаю дело не то что русская не русская просто эти бараны намекали на советские фильмы привели к отечественной себя не считали гитлеровцами а нами виден нас видимо видели в качестве военнопленных вообще мерзительно да то есть эта страна потерявшие миллионы в годы великой отечественной войны вот такие мрази там теперь уродились очень вперед орут не останавливаться не смотреть голову не поднимает голову не опускать грязные облезлые стены запах канализации мочи полно ментов ржущих ругающихся матом знаете еще вот такая дымка вот когда канализация зимой течет вы знаете вот такой как бы пар под потолком в общем от настоящий потом типа медицинской проверки проверяет нас как скот разделе раздевают до гола открой рот грубо так найти тыкнуть закрой рот закрой рот присядь встань потом запихнули в грязную отвратительную камеру от надо сказать это же владарская сезон номер один минске это исторический замок в котором в общем-то тюрьма была на протяжении практически 150 лет погуглите пищаловский замок все старое все облезло с тех пор ничего не ремонтировалась везде все подтекает вся эта канализация был в общем от и грязные ржавые кровати без матрафт естественно без подушек постельное белье ну смешно и туалет знаете виде такого бетонной ступеньки и просто дырка в бетоне вся вокруг завтра на не загородок ничего не короче всю ночь я ходил по этой жуткой камере чтобы не замерзнуть отопление там у них тоже нет чем ближе к утру там заскрипели засовы и значит в камеру заткнули какого-то помятого парня 0 лет 20-25 он держался за живот и еле-еле там прошел пару шагов до железной кровати упал на нее в общем он объяснил мне что ему удалили грыжу сегодня менты его взяли буквально из больницы со швами на животе он так знаете поднял эту свою свитер или что у него но и видно знаете такой шов из него нитки торчат и гной подтекает ужасное зрелище в общем за что его арестовали это же знаете живы беларусь ну кто-то тоже из политических активистов короче через пару часов опять скрип двери в кормушке появилась рожа белорусского мента значит на выставлен на выход быстро короче схватила там свои вещи выхожу а парень не смог выйти ну плохо ему видимо было я говорю им слушайте вы там помогите человеку он помрет у вас на скорости три амбала заходят внутри вместо того чтобы помочь парню начинают ботинками ногами пинать по железной кровати за счет его так трясется ходуном ходит очень требует его встать но и мат перемат значит что мы тебе задние так сказать отверстия вставим дубину ты у нас там это да мы тебе то да ты нас не знаешь но всякое то дерьмо начинают прогонять и он как-то еле двигается они его берут вот дубинкой вот эта резина просто тыкают куда-то в бок ну парень чуть-то мне это так заорал уж операция была а держу то сдох они сдох вот вот знаете вот так но тот короче в итоге со стоном стал кое-как подниматься в общем потом был повторный обыск первый раз нас уже обыскали до того но каким-то образом у меня осталось значит 300 евро и 60 был русских рублей в кармане ну вот мне их не забрали а второй раз у меня их уже забрали они сказали что оформят по описи в итоге никакой описи не было них просто потом шли по каким-то грязным душным подвалом все это напоминало знаете пыточные из каких-то фильмов о средневековье помните такой фильм был имя розы да про древний монастырь со всякими еродивыми ну короче и опять этот запах мочи канализация еще идете там эхо раздается от ваших шагов ну и по обе стороны камеры и оттуда слышны голоса других узников еще мне повезло меня определили в камеру номер 22 она считается там на валодарке элитно вся элитность надо сказать заключается в том что туалет отгорожен от собственно камеры стенкой и есть дверца да то есть вы можете нормально справить нужду без того что вы сидите в двух метрах от чьей-то головы или там кого-то сидящего за столом и есть еще один момент значит там раковина и есть холодная вода горячей воды в тюрьме вообще нигде нету кроме как в бане ну в бане мы еще вернемся вот кстати в обычных камерах знаете как воду набирают то есть вот представьте вот эта ступенька бетонная давние дырка в которой справляют нужду и там такой есть краник чтобы как бы смыть воду да вот буквально 20 сантиметрах от того места куда вы извиняюсь так эти да то есть вы должны туда нагнуться вот так вот головой практически головой туда в эту дырку и чтобы там попить воды или вы стакан стакан хотите набрать да и вы практически туда вот стакан держите ну прямо извиняюсь над какашками то есть жуткая антисанитария жуткое унижение людей ну в общем чтобы зубы почистить умыться однокнуться так что вы голову практически в дырку засовываете но это я как говорят в обычных камерах так держит обычных белорусов а я как элитный заключенный до в кавычках но меня держали более приличном месте но на самом деле главное достоинство 22 камеры это был не туалет и даже не вода интереснее всего контингент камеры поскольку держат не людей культурные журналисты и позиционеры бизнесмен очень именно в ней по всей видимости содержится в данный момент кандидат на постпредитата беларуси ну короче задерживают во время беспорядков минске ну встречали меня хорошо про меня все уже знали из новостей в камере был там телевизор про меня же трубили все телеканалы белорусские российские европейские так далее вот россия протестовала против моей выдачи лукашенко вел торг пытался за меня там кита преференции получить это скидки на газ вот ну и плюс окамерники видя что и откровенно растерян сам не понял куда попал усадили там заподобие стола общак называется налили там чайку дали перекусить подарили даже зубную щетку бритву тапки кажется помню я ел как с голодного края все же шоу третий день как белорусские менты марине голодом и еще надо сказать мне сразу там шепотом предупредили что вы знаете там в левом углу камеры значит двое полковников милиции они стукачи они ждут суда по коррупционным статьям и чтобы видимо себя как-то снизить наказание уменьшить они подстукивают на своих сокамерника ну я говорю да мне пофиг блин у меня секретов в общем все мои сокамерник как выяснилось находится там уже очень давно ждут суда некоторые по два года исследователи даже не появлялись представлять это какой ужас то есть когда тебе дают какой-то срок ты знаешь там допустим год два три пять и время как бы идет тикой а здесь ты даже не знаешь вообще ничего то есть ты просто там сидишь без связи с родными без свидания там свидания запрещены в общем все соседи мои выглядели плохо у всех от плохого питания и стресса бледная нездоровая кожа очень плохие зубы ребра торчат синяки под глазами я просто с ужасом на это посмотрел что возможно меня тоже это ждет солнечного света в камере нет в принципе окна наглухо закрыты тремя рядами решеток тремя и там еще реснички знаешь к реснички это вот такие металлические фигни которые закрывают камеру от дневного света вот такие знаете как сетка такая под наклоном то есть дневной свет вам не попадает а камера освещается парой лампочек на потолке в общем режим такой подъем рано утром насколько я помню в 7 15 утра отбой в 10 днем вы сидите в камере ну разве что на час вводят на прогулку прогулка она знаете таких малюсеньких комнатушках где вы можете смотреть наверх и там значит сетка решетка прогуливаются часовой но там по крайней мере видно небо ну и туда загоняет человек 20 то есть не пройти не присесть ничего жутко просто кто-то курит кто-то пытается подобие спорта что-то делал там по приседать вот кстати в камере днем ложиться нельзя свою кровать за это могут отправить в карцер то есть фактически вы 16 часов в день сидите на нижнем ярусе чьих-то кровать если вам не повезло иметь значит свою нижнюю но будете просить что вам дали посидеть но обычно не отказывают питание как уже говорилось исключительно скудно утром каша причем происходит это так в начале в коридоре слышен шум от тележки с огромным бидоном с кашей который другие заключенные так называемые баландеры называют от слова баланда значит развозят кашу сопровождает милиционер с дубинкой следит чтобы баландер не разговаривал с арестованной и что-то мы не передал либо не получил из камер сдаются такие знаете полушутливые вопросы типа что на завтрак шеф да типа как представить от каша и там перловка или сеечка чем распахивается и наша кормушка этот мерзкий голос каша и вы туда подходите с алюминиевым тарелками которые вам раздали за 15 минут до того кстати свою посуду иметь нельзя вам и раздают перед едой это алюминиевая тарелка алюминиевая ложка и алюминиевая кружка а потом у вас все это забирают кроме кружки кружка у вас остается кстати посуда очень грязная с прилипшей засохшей едой и периодически с прилипшими кусками дохлых насекомых которых видимо травят на кухне ну на обед господин лукашенко балует граждан арестантом жидким супом из капусты на 2 аж целое картофельное пюре с маленькими кусочками чем самой дешевой собачьей колбасы блин собачьи собачьи блин мне кажется собака есть не станет эту дрянь на ужин опять уже надоевшая всем каша нормального мяса рыбы в принципе нет не существует я полагаю что по правилам я конечно должно быть но тюремное начальство активно все разворовывает и до узников ничего не доходит ну коррумпированная страна управляемая диктатором чего ждете короче если вам не повезло и вы не житель беларуси или вам просто близкий не приносит передачи будете болеть потеряете зубы начнете там грипповать потом воспаление легких в итоге погибнете как многие другие как бы это не шутка и не пафос я говорю на полном серьезе те люди которые находились там долго это были просто знаете ходячие трупы но к счастью беларусы люди приятные зная что мы иностранцы у нас нет передачи они с нами делились своими датчиками датчика этот слов передача помывка на володарке только раз в неделю называется банный день значит выводят всех вместе сначала моется одна камера потом другая значит ведут о упоминавшимся уже ранее этим жутким рейтинг коридора малюсенькую комнатушку где написано баня там свешиваются с потолка несколько шлангов обычно штуки 4 и тоненькой струйкой течет такая еле тепленькая водичка дают всего полчаса то есть у нас было больше двадцати человек камере но вот представьте надо не только всем помыться с четырех шлангов но еще и постираться прошу никакой химчистки и стирки там не предусмотрено еще что интересно значит в тюрьме нельзя иметь свои книги из дома но очень представьте себе что родственник не могут вам принести книги так что вы можете читать только то что доступно тюрем библиотеке а тут надо понимать что каталога никакого не существует библиотеки а сам библиотекарь он сам же заключенный появляется пару раз в месяц месяц и может он выдать только одну книгу если вы там что-то попросили но условно попросила швейка ярослава гашика да он даже не знает он никогда не слышал 6 такой писатель швейк он просто знаете так берет и швыряет какую-то книжку там 8 марине на или гоголь или шолохов там поднятая целина вот короче и читать и пока ты эту книжку не знаешь ты не можешь получить новую но конечно страшнее всего на балладарке это заболеть несмотря на то что формально там как бы есть медсанчасть но по факту никого ни от чего не лечат то есть если ты чем-то приболел выкручивайся как хочешь то есть с нами там лежали люди кашляю как при дуберкулезе им значит приносили в качестве лекарства цитрамон то есть чтобы у тебя не было чтобы не болело тебя просто цитрамон болит нога цитрамон спина цитрамон живот цитрамон кстати когда болит живот нельзя принимать цитрамон очень вреден для слизистой желудочно-кишечного тракта в общем нет ни лекарств ни врачей не должной аппаратуры а если у вас проблема зубами а то зубом просто вырвут причем без наркоза и я вам даже больше скажу никакие пломбы там в принципе никому не ставят и уж тем более не буду стоять коронки мосты или что-то в этом дух то есть если у вас проблема зубами блин мужики вы попали но даже вырвать зуб это целая история потому что очередь врачу ждут неделями и за это время вы просто там измучаетесь от боли ну вот это кратко что мне пришлось пережить в тюрьме в следующий раз и расскажу что такое азербайджанская тюрьма вы пока можете задать вопросы я с удовольствием них отвечу